Люди глазам не верят, узнав, кто у Серебрякова супруга. Отбил у другого, а теперь прячет, как выглядит иностранная жена Серебрякова. Красавицы не назвать. Алексею Серебрякову пришлось побороться за свое счастье. Актер не сразу смог жениться на женщине, в которую влюбился с первого взгляда. Мария вышла за другого и уехала за границу. Но от судьбы не убежишь. Артист отбил свою пассию мужа и на долгих 10 лет переехал в Канаду. Там они жили одной большой дружной семьей, воспитали дочку Марии от первого брака и двух приемных сыновей. В 2021 году возлюбленные вернулись в Россию. Поклонники обрадовались, полагая, что теперь чаще будут видеть своего любимца. Но как бы не так. Серебряков без большого энтузиазма выходит в свет и прячет от всех иностранную супругу. Однажды он сделал редкое исключение и явился вместе со своей. Благоверное на одной из светских мероприятий. Избегая повышенного внимания, звезда экрана поскорее увел любимую от журналистов и фотографов. Хейтеры такому поведению ничуть не удивились. Злопыхатели насмехаются над парочкой, считая, что им с внешностью не повезло. Поэтому и красоваться перед камерами нет никакого желания. Неприятный он внешне и жена его тоже, пишут в сети. Актриса Алена Хмельницкая в программе «РТВ и легенда» рассказала о причине, по которой народный артист России Алексей Серебряков в свое время уехал в Канаду. Хмельницкая сказала, что с детства дружит с женой артиста Марии Серебряковой, которая в начале 90-х уехала работать в Канаду и получила там гражданство. У самого Серебрякового канадского паспорта нет, добавила актриса. Они поехали туда учить детей. У них есть два прекрасных сына Стёпа и Дани, которые мои крестники. У одного из мальчишек там были некие проблемы, и надо было. В общем, так скажем, там более человечное отношение к детям. У нас детям с некими особенностями и проблемами очень сложно находиться в этом общеобразовательном процессе. Они поехали туда по многим-многим причинам учить детей, сказала Хмельницкая. По ее словам, Серебряковы сейчас живут в России, они отучили детей. Дети взрослые, дети уже будут дальше сами определяться, где они, что о них сказала актриса. При этом Хмельницкая отметила, что по закону человек может получить второе гражданство. Люди ездят по миру, работают там, работают сям. Это нормальное право человека. Если я поехала куда-то, например, на два месяца или на три месяца, поехала снялась. Вот в 2021 году сидела четыре месяца в Мадриде, снималась. Я не понимаю, почему вокруг этого надо столько вести каких-то разговоров неясных, добавила актриса. Алексей Серебряков уехал жить в Канаду в 2012 году. Актер заявил журналистам, что в России невозможно защитить детей от хамства и агрессии. В 2018 году Серебряков в интервью рассказал, что задумывался о переезде семьей в другую страну. В 2011 году, когда президент тогдашний объявил о выдвижении на третий президентский срок, я понял, что будет и понял, что нужно выезжать, отметил артист. В 2021 году на одной из кинопремер в Москве Серебряков заявил журналистам, что живет в России. Я и не уезжал, собственно говоря, а вывез детей, чтобы поучить, пояснил он.